Микс Ньюс. Здесь и сейчас. В прямом эфире. След-след за самыми горячими событиями. Экспертные оценки. Социальные сети. Прямые включения по всему миру. Реагируем оперативно. Обсуждаем предметно. Программа Болткун Онлайн. Время выхода любое. Протяженность не ограничена. Слушай своих. Свои не обманут. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Болткун Онлайн. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами сразу представлю в студии гости. Журналист Константин Ран. Здравствуйте. И политолог международный Карлис Буковский. Здравствуйте. Добрый день. И говорим мы сегодня о Брексте. Выходе Великобритании из Евросоюза. Выходе затянувшемся. Потому что предполагалось, что Великобритания уже должна была выйти. Но пока этого не случилось. Более того, ЕС пошел на некое смягчение. И дала срочку Великобритании. И поэтому мы еще пока не знаем, когда точно Великобритания оттуда выйдет. Да, но Великобритания должна была покинуть Евросоюз 12 апреля. То есть сегодня. По крайней мере так предполагалось. В день космонавтики, кстати. Да, кстати, так сегодня. Поехали, да. При селе Лондон договорились о переносе крайнего срока выхода Великобритании из состава Евросоюза на 31 октября 2016 года. Об этом в Твиттере сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Вот я немножко процитирую. 27 стран Евросоюза и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает 6 дополнительных месяцев на поиске лучшего возможного решения. Ну вот так прокомментировал Дональд Туск в своем Твиттере это заявление. К нашим гостям вопрос у меня. Какое развитие событий вы видите? Удастся ли найти лучшее решение? Ну, может быть, господин Буковский, если вы начнете. Лучшее решение. Лучшее решение. Не, ну в этой ситуации мы видим то, что в принципе всем начинает надоедать уже этот весь процесс. Люди уже устали. Уже даже масс-мидия уже не хочет до конца это все показывать. И в этой ситуации, конечно, появляется так, что политикам, которые до сих пор очень хорошо делали свои политические карьеры, на которых смотрели и каждый хотел свой отпечаток или свой голос оставить на весь этот исторический процесс, они в принципе начинают терять этот моментум, этот хайп уже спадает. Так что в этой ситуации, конечно, им уже бороться и противоречить друг другу уже смысл уменьшается. То есть это в принципе та логика, по которой мы можем ожидать то, что это наконец-то решение, тот договор, который Европейский Союз и Великобритания договорились до этого, что он все-таки будет, или даже если с какие-нибудь там еще дополнительными косметическими изменениями, но он будет одобрен Великобританским парламентом. Конечно, то же самое, этот хайп сначала появится в тот момент, когда они наконец-то одобрят его. Потому в этой ситуации политики в принципе заинтересованы в том, чтобы этот договор был наконец-то подписан. Но они могут выйти и до 31 октября, если будет готово все. То есть самая большая проблема, и в этой ситуации Brexit уже становится проблемой всего Европейского Союза, потому что логика в чем? Логика в том, что если Великобритания участвует или не участвует в выборах Европейского парламента, новый Европейский парламент начинает работать с 1 июля, и тогда в тот момент, конечно, решения, которые они принимают, они должны быть юридически легитимными. И тут вопрос, если одна из стран, в которой член Европейского Союза, у них нет представителей в Европейском парламенте, это сразу появляется вопрос о том, как легитимно принимаются вопросы. Потому им придется участвовать в выборах Европейского... На 23 мая, которые будут выборы. В том-то и дело, в том-то и дело. Что, конечно, ставит в довольно-таки глупую ситуацию многих политиков, по которым, в принципе, надо участвовать в компании, сейчас рекламировать себя, потом идти в Европейский парламент на сколько? На 3-4 месяца. Это вся карьера, которая у них будет. Ну, вопрос, насколько они заинтересованы. Ну, их необходимо будет исключить из Европарламента сразу после выхода. В том-то и дело. То есть, они не могут доработать до конца? Нет, потому что тогда уже страна и ее представители уже не имеют никакого права участвовать в принимании решений. Такой халиф на час получается. В принципе, в том-то и дело. Что в этой ситуации, в принципе, ставит и всю динамику парламента британского и политики британской в какую-то странную ситуацию, потому что, в принципе, если посмотреть, тогда эти политики, которые будут участвовать или собираются участвовать в европейских выборах Европейского парламента, они, конечно, будут идти с своими позициями, у них будет платформа, они будут. И они могут, в принципе, сделать ситуацию так, что будут люди, которые будут думать, а может, все-таки не надо выходить? Может, все-таки лучше так нечаянно остаться в Европейском Союзе? И в этой ситуации тем евроскептикам, которые были с позиции, да, ну, нам надо выходить без договора, все равно как, но, да, им, в принципе, их поставили сейчас в ситуацию, что лучше так уж с договором, чем вообще не выйти. Так что в этой ситуации, если мы посмотрим так честно, на что происходило так далека, во-первых, демократический процесс. Просто это очень интересно, потому мы смотрели на что каждый из людей, которые участвуют, что они говорили, и в этой ситуации так работает демократия, ну, так она должна работать, да, ну, просто мы это видим на весь мир, как они с собой разговаривают, и как они принимают это историческое решение. И второе то, что все-таки Тереза Мэй понимала, как эту игру сыграть, как, в принципе, этот процесс, который совсем непростой, и сколько сторон, которые вмешаны, как все-таки его вырулить в ситуацию, когда получается то, что она сама хочет. Да, у нас на прямой связи сейчас Лондон, IT-специалист Виктор по скайпу у нас. Здравствуйте, Виктор, слышите ли вы нас? Я слышу вас хорошо. Да, Виктор, ну вот в Лондоне по поводу возможного Брексита буквально пару недель назад был митинг, если я не ошибаюсь, вы также принимали в нем участие. Какие настроения сегодня в обществе? Ну, на самом, настроение очень интересное. То есть, во время того митинга, конечно, это был очень большой эмоциональный подъем. То есть, была такая вера, что, возможно, сейчас что-то удастся переломить. А после этого митинга, как вы знаете, было 7 или 8 голосований в парламенте по поводу разных вариантов Брексита и по поводу, как бы, отмены Брексита вообще или, как минимум, проведения второго референдума. И ни один из этих вариантов не был принят, что, в общем, показывает полную дисфункциональность нынешнего парламента. То есть, просто состав участников парламента такой, что он абсолютно патовый и парализует вообще все. Поэтому сейчас, честно говоря, настроение более такие... Такая прострация, я бы сказал, потому что вот это полная неопределенность. Сейчас Брексит отложили еще на полгода. И эта неопределенность, на самом деле, уже людей даже тяготит больше, чем перспектива Брексита, может быть. Потому что, ну, это как-то уже вообще выходит за все рамки приличия. Но все-таки люди еще надеются на возможность, не знаю, второго референдума, может быть? Ну, люди всегда надеются. Вот, знаете, такая картинка была в интернете, когда, кажется, цапля ест лягушку, а лягушка продолжает эту цаплю душить. И картинка называлась «Никогда не сдавайся». Вот, наверное, я думаю, те люди, которые хотят это все отменить, они примерно... То есть пока точно не станет ясно, что ничего не получилось, естественно, будем стараться использовать любую возможность. Но все-таки в обществе витает такое негативное отношение, может быть, к премьер-министру вообще, ко всей этой ситуации? Или довольно так все тихо умиротворенно? Вот как вы бы это охарактеризовали? Оно... Оно как-то... Не, ну, скорее, оно... Нет, оно относительно тихо. А, очень забавно. Знаете же, small talk – часть английской культуры, и Brexit теперь часть small talk. То есть теперь можно говорить о Brexit, если ты не уточняешь свою позицию, потому что, как бы, ты можешь быть за или против, но это социально приемлемо говорить, что Brexit... Какая ужасная ситуация с Brexit, то, что творится, это просто страшно. То есть обе стороны, они сходятся в этой оценке, и обе стороны сходятся в оценке, что, конечно, теория Зумея нужна в отставку, потому что, ну... То есть она делает ситуацию хуже для обоих сторон, на самом деле, поэтому... Да, спасибо жителям Лондона, IT-специалист Виктор был с нами на прямой связи. Спасибо большое, что вышли к нам в студию по скайпу. Ну, вот такой вот комментарий из Лондона, Константин, что можете сказать? Ну, вот как раз это комментарий из Лондона. Если вспомнить карту результата голосования, то там было очень же интересно. Против Brexit была Шотландия, четко против Brexit была Северная Ирландия, и против Brexit был Лондон. А вот вся Англия вокруг Лондона, да, это была за Brexit. Это были и рыбаки, и индустриалы, и все сельское хозяйство, и все такое прочее. То есть, надо сказать, что как раз сейчас происходит вся эта история, показывает, что британское само и общество-то оно расколото, вот примерно вот так, как оно и было, да. И, в принципе, если мы спрашиваем мнение, так скажем, IT-специалиста из Лондона, то, по идее, нужно было бы спрашивать мнение рыбака, который ловит мидий в английском канале. Ну, мы сейчас, кстати, поставим запись. Предприниматель Евгений Чичваркин, проживающий в Лондоне, очень успешный, кстати, человек, и он как раз выступает за Brexit. Давайте послушаем, что он сказал в нашем эфире. Вы занимаетесь бизнесом в Лондоне. Волнует ли вас выход Великобритании из Евросоюза, и как это может сказаться на вашем бизнесе? Гипотетически он волнует нас, но так как он не происходит уже три года, и вряд ли произойдет в каком-то драматическом ключе, то, в общем, мы запаслись попкорном и смотрим за этим всем. Как они истерят за наши налогоплательщиков деньги. А на ваш взгляд, выход Великобритании из ЕС, все-таки, если посмотреть и порассуждать на эту тему, это скорее польза для Великобритании или вред, вот как вы считаете? Ну да, конечно, польза для Великобритании. Дело в том, что ЕС – это социалистическая клоака, которая, в общем-то, не способствует развитию. Это очень зарегулированное бюрократическое сверхгосударство. Да, это был комментарий предпринимателя Евгения Чичваркина. Он проживает сейчас в Лондоне, и, собственно говоря, бизнес у него в Лондоне. Ну вот такая реакция бизнесменов, по крайней мере, с его стороны. В частности, в СМИ очень часто указывают о том, что британский бизнес, он разочарован тем, что парламент не смог принять какое-то решение, способное внести ясность вообще в эту ситуацию. Но мне кажется, тут еще, если кто уже разочарован, то можно сказать, что здорово разочарована Европа. В Европе у меня такое возникает впечатление, уже Англия поднадоела, вот хуже горькой речки. Я хочу сказать, что вообще ее отношение с Евросоюзом – это вообще довольно такое мерзкое отношение. Посмотрите. Ну, высокомерное, скорее, если посмотреть. Ну, это какой-то такой, в 1957 году римский договор, соглашение, приглашает Британию вступить в это организуемое европейское экономическое пространство. Великобритания покочеврежилась и отказалась. Правда, после этого она в 1963 и в 1967 году захотела вступить в этот самый Европейский экономический союз, но тогда выступал с правом Вета Шарль де Голь, президент Франции, который заявил, а нафиг нам нужны тут эти англичане, которые вечно со своими понтами. Англия, Франция, известная история. Ну, естественное дело, в 1973 году, наконец, принимают Великобританию в ЕС, а в 1974 году уже начинаются разговоры о том, что вообще нужно все переделать, и в 1975 году такие противники нахождения в европейской структуре, такие организуют референдум о изменении условий, либо о выходе. Но тогда они проиграли, потому что большая часть населения Великобритании таки высказалась за сохранение членства в Европейском союзе. Ну, тогда еще не было Европейского союза, была Европейская экономическая организация. И вот что интересно, что даже Маргарет Тейчер, которая то она хотела, то она не хотела. Короче, тут можно говорить очень долго про эту тему, но мне кажется, что вот Европа, она долгое время шла навстречу британцам, они все такие тонкие, у них такие особые условия, они на острове сидят, да. Вот у них кэшбэк 66% был по сельскому хозяйству. И что же? И вот сейчас они показали, что им нужно было решить. Ну, вот есть голосование, как сказать, воля народа, ну, решите хоть что-нибудь. И выясняется, что они, вот как правильно с коллегой сказали, что они ничего решить не в состоянии. И сейчас это уже вызывает, я думаю, очень большое чувствуется, это уже раздражение у самих европейских политиков. Ну, здесь можно провести аналогию с браком. Этот брак был неудачным, вот как вы считаете, Евросоюз и Великобритания, потому что действительно, ведь особые условия у британцев, и фунт, и там еврозона, и даже визовые вопросы и так далее, все равно Британия, она таким особняком всегда стояла в Евросоюзе и продолжает стоять, пока они еще не вышли, конечно. Не, ну, в этой ситуации то, что в Великобритании были всегда странные положения в Европейском Союзе, и то, что они не хотели никогда быть между первыми рядами по тем вопросам, которые не связаны с торговлей, это абсолютно правильно, это мы и видим, и то, что все вы назвали, это так и есть. Но если мы посмотрим с другой стороны, тогда тот же самый внутренний рынок, но Великобритания была из одних тех стран, которые больше всего хотели либерализации, которые хотели больше всего, чтобы рынок был без никаких ограничений, тот же самый дигитальный внутренний рынок, digital single market, она была из тех стран, которые больше всего настаивали и до сих пор настаивают на то, что, в принципе, рубежи, которые у нас уже убрали между странами физически, что они, те, которые еще в интернете существуют, и что нельзя торговаться, это все надо уничтожать, это должно быть единственным, это должен быть одним большим рынком. То есть в этой ситуации в Великобритании, конечно, брак не брак, хороший нехороший, брак по расчету, я бы сказал. Говорят, самое долговечное, кстати. Ну, в этой ситуации до тех пор, пока все-таки кто-то начинает нарушать оригинальные принципы, по которым брак был заключен. У нас сейчас на прямой связи Янис Юркинс, экс-глава МИД Латвии. Господин Юркинс, здравствуйте. Добрый день. Как вы оцениваете вот эту историю, которая разворачивается вокруг возможного, я подчеркиваю, выхода Великобритании из Евросоюза, потому что очередная отсрочка, вот снова мы наблюдаем, что Великобритания пока еще остается. Вот ваше мнение. Брак по расчету хорош, если расчет правильный. Весь этот расчет, он рухнул в 2008 году, после финансового кризиса, после финансового обвала. Лемонт Бразерс. И кончились тучные годы, и начались проблемы в Евросоюзе. Это надо понимать, это надо анализировать, что делать, чтобы не было дальших Брекситов, чтобы не было дальшего развала Евросоюза. Потому что для Латвии Евросоюз, я считаю, что это был хороший якорь. К сожалению, это все не сработало. Я думаю, очень важно анализировать, почему уходят британцы, какие причины. Ну, я назвал одно, это финансовые причины, финансовый обвал. И второе, это, конечно, беженцы наделали очень много шума и очень много навредили Евросоюзу. Но вопрос, а что дальше? Как приостановить весь этот процесс развала, который, в принципе, уже начался? Посмотрите, как себя ведет Польша, Венгрия, та же Франция, американцы во главе с Трампом все время агитируют, в принципе, страны Евросоюза на развал, на уход из Евросоюза, потому что американцам Трампу выгодно иметь дело один на один. Он не привык работать с организациями. И НАТО ему не годится, и Евросоюз ему не годится. Не договор о свободной торговле, от которого ушел уже Трамп и вся Америка. Так что, насколько будет влиятельное слово американцев в этом процессе, трудно сказать. Но если Трамп устоит, решит свои домашние дела, я думаю, он пойдет на дальнейший развал Евросоюза, потому что сигналы очень серьезные. Ну и тут, конечно, вопрос, а как поведет себя Германия? Мы же сейчас знаем, как американцы противятся газовому проекту «Северный поток-2». Сработает ли американское лобби? Трудно сказать, потому что такие страны, как мы, Литва и Польша, конечно, делать будут все, чтобы угодить американцам. Даже несмотря на то, что экономически это невыгодно. Еще, наверное, надо иметь в виду и брать во внимание то, что когда Британия вот в 70-е годы хотела уходить, все-таки холодная война был очень серьезный, сдерживающий момент. И тогда Америка была заинтересована и делала все, чтобы был сильный Евросоюз, как противовес Советскому Союзу. Это работало. И там была не только экономическая составляющая, но составляющая безопасности тоже. Но все это сейчас рушится. Вот как дальше жить? Что нам, вот что латышам, Латвии, что выгодно? Брексит такой или вообще без Брексита? Конечно, тем людям, которые работают в Ирландии и в Великобритании, им, конечно, Брексит здорово навредит. И не только им, даже тем предприятиям, которые работают в Великобритании. Так что хаос будет продолжаться, несмотря ни на что. Я думаю, что по срокам, я думаю, что они до 25 мая решат этот вопрос. Потому что, если не решат, я думаю, Мэй уйдет. Потому что, ну, она все испробовала, все свои связи в Европе и дома, и даже пошла на разговоры с оппозицией. Так что, ну, будем ждать 25 мая. Я думаю, в течение этого месяца, до 25 числа, Великобритания решит свою судьбу. И в какой-то мере нашу тоже. Спасибо. Янис Юрканс был с нами на прямой связи, экс-глава МИД Латвии. Мы сегодня работаем без перерыва, подсказывает нам звукорежиссер, поэтому продолжаем наш разговор. Я просто хотел сказать, упомянул господин Юрканс, вот Польша у нас, да, очень интересно, вот, возможно, вы согласитесь, что интересно смотреть за позиции господина Туска, который, ну, делает все, чтобы каким-то образом, чтобы не ушла Британия из Евросоюза. И, в принципе, он как бы проводит вот линию. Польша, например, ну, совершенно не хочет, чтобы Британия, которая традиционно польский союзник, вот, чтобы она покидала Евросоюз. Потому что в таком случае усиливается позиция Германии, а Польша и Германии, так скажем, тоже известны свои вечные проблемы. Да и французы известно, что в любом случае они Польшу бросят, так скажем, на произвол судьбы вот в этом европейском разговоре. Вот это, мне кажется, очень интересно. Сама Европа до конца еще не, так скажем, не определилась. И, наверное, нужно учитывать, что есть страны, которые бы хотели, чтобы осталось Британии в Евросоюзе, а есть те, которые под сурдиночку думают, ну, идут, и слава богу. С катертью дорожкой. Да, с катертью дорожкой. Да, мы сейчас попросим нашего звукорежиссера связать нас с Брюсселем. Консультант Европарламента Юрий Соколовский обещал выйти с нами на прямую связь. Ну, вот пока созвонимся. Да, Гостоин Буковский. Нет, в принципе, конечно, я бы все-таки сказал, что 27 стран, которые остаются в Европейском Союзе, если посмотреть на те, которые были позицией, и что все время все 27 стран стояли за Европейской комиссией, и все-таки говорили, что, в принципе, ну, никому не нравится Брексит. Если честно, посмотреть на тогда в Европе 27 странах, ну, кто хочет Брексита? Ну, некоторые политики-экстремисты, да. В Великобритании половина не хочет Брексита. Опять, кто этот процесс вообще продвигает? Некоторые экстремисты, политики-экстремисты, которые вместо того, чтобы решать, смотреть, как решить эти проблемы, в которых, в принципе, где реальные проблемы в жизни, они говорят, что нет, лучше нам выходить из всего, это всегда лучше, да. Ну, если не то, что, знаете, как, опять, если смотреть на принцип, как в браке, тогда в этой ситуации, ну, как мы детей растить будем? Ай, ладно, не знаю, как, давайте, все, пошли. Я ухаживаю в Великобритании. В том-то и дело, в том-то и дело. Потому в этой ситуации, конечно, тут появляется вопрос насчет того, кто же, в конце концов, те, которые двигают, и сколько их, тех людей, которые двигают этот процесс. Если мы так посмотрим, половина Великобритании, тогда это сколько получается? 35 миллионов людей из полмиллиарда людей, которые, в принципе, в этой ситуации хотели бы все-таки видеть Великобританию в Европейском Союзе, ну, тогда мы видим, сколько это маленький процент, который этот процесс продвигает. Пессионарное меньшинство. Ну, с другой стороны, и французы. Меньшевики. Брюссель, Юрий Соколовский. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Юрий, ну вот Брюссель и Лондон договорились о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС на 31 октября, но при этом 23 мая состоятся очередные выборы в Европарламент, и Лондон как-то не планировал принимать в них участие из-за планов по выходу. Получается, теперь будут принимать? Ну, они, в принципе, обязаны, потому что по договорам любой член Европейского Союза должен участвовать в выборах в Европейский парламент. Почему была выбрана предыдущая дата, 12 апреля? Потому что все избиркомы всех стран Европейского Союза должны были с этого дня начать, собственно, работу по подготовке этих выборов. Поэтому получилась вот эта дата. Вторая дата – это где-то 23 мая, до которого теоретически Великобритания могла выйти, не проводя выборы. Ну, теперь, если речь идет о том, чтобы продлить на гораздо дольше срок, то получается такая достаточно абсурдная ситуация, что Великобритания обязана устроить свои выборы в Европейский парламент, и, собственно, это будет делать, потому что другого выхода у нее нет. Да, ну вот есть, не знаю, мнение, что выход Великобритании из Евросоюза будет способствовать поиску каких-то альтернативных влашений, скажем, для Латвии, не знаю. Как вы считаете, например, повышение квалификации, начало своего бизнеса, вот как вы думаете, может ли это поспособствовать? Ну, во-первых, я думаю, что мы сейчас являемся свидетелями такого длинного сериала, новый сезон открылся, то есть передающий сезон должен был завершить. Такая шекспировская драма. Сегодня, да, то есть, ну, теперь этот мыльный опера будет продолжаться, и там будет очень много элементов. То есть это может быть отставка премьер-министра, там в этом новых эпизодах может быть досрочные выборы, в новых эпизодах может быть раскол двух правящих партий консерваторов или баристов, которые, скажем, партии со стажем. И в этом же, в этих же следующих таких захватывающих эпизодах может быть, как вариант, может быть новый референдум. На ваш взгляд, может все закончится, как у Шекспира в Ромео и Жульетте? Финальная сцена. Ну, так драматично не закончится, да, но в любом случае там будет ситуация либо ноль, либо один, да, то есть либо выйдут, либо не выйдут, да, но там есть еще и 50 оттенков серого, да, то есть если выйдут, то на каких условиях будет ли это там резкий выход, будет ли это тот выход, на который договорились Мэй и 27 руководителей государств до сих пор, или это будет какой-то совершенно новый вариант. Но, во всяком случае, этот сериал не закончен, и, в принципе, я бы сейчас уже не сказал, что Великобритания 100% выйдет из Европейского Союза. Судя по развитию ситуации, может быть, получится так, что и Великобритания, в конце концов, и не выйдет. Спасибо. Юрий Соколовский, консультант Европарламента, был с нами на прямой связи из Брюсселя. Давайте примем звонок, радиослушатели у нас на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, Константин. Я немножко займу у вас времени. У вас есть 30 секунд, говорите, пожалуйста. Да, я бы предложил обратиться к такой точке зрения, что конфликт Великобритании и Германии тянется ни вчера, ни сегодня. Великобритания, когда только Англия подала заявку Великобритании на вступление в Единый экономический союз еще в 1973 году, Франция и Германия заблокировала это. И только через выборы, которые произошли по Франции и Германии, новое правительство разрешило Британии присоединиться. И уже через два года, в 1975 году, в Великобритании произошел первый референдум о выходе из Единого экономического союза. То есть всего два года понадобилось на то, чтобы наесться этого. И вот этот конфликт тянется уже 30 лет. И шантаж Камерона очень быстро и легко читался, когда он потребовал от Меркель уступок по миграции, по сельскохозяйственной политике и по всему. То есть Бритит это был шантаж в чистом, открытом, наглом виде. Да, спасибо вам, Константин. Ну что ж, давайте послушаем, что нам в интервью сказал политолог Дмитрий Орешкин. Это дурной стиль, когда ты провел один референдум, а потом под давлением, неважно кого, народное селение или каких-то политических сил проводишь другой референдум. Это убивает сам по себе, мне кажется, смысл народного воли изъявления. Уж высказались, так высказались. И в этом смысле так же Тереза Мэй сказала, Brexit is Brexit. Вот так решили, значит, так оно и будет. Нравится ли это или не нравится? Я думаю, что и сами основатели этого Brexit не очень-то в восторге, включая Камерона, от таких результатов. Но никуда не денешься. А провести второй референдум? А тогда почему третий не провести? Опять кто-то будет недоволен, опять соберут списки, опять потребуют нового референдума. Нет, я думаю, это тупиковый ветвь. Другой вопрос, что можно как-то торпедировать это решение альтернативными каких-то способами, попробовать спустить на тормозах. Но у меня такое ощущение, что сам Европейский Союз уже устал от этой британской шекспировской драмы. И логика примерно такая. На цели из господа уходить, ну, с катерской дорожкой. Это был Дмитрий Орешкин, политолог российский, который также прокомментировал эту ситуацию. Да, но вот есть ли у Европы желание наступить британскому льву на хвост? Ну, как говорится, может быть и есть. Вообще, надо сказать, что обиженных в Британии на самом деле очень много. Это в так называемом интеллектуальном классе модно говорить по-английски, ездить в Оксфорд, Кембридж и, в общем, короче говоря, восхищаться британской культурой. А когда погружаешься, скажем, в широкие народные массы, то вот этот вот примитивный антибританизм, национализм, он и в Германии прекрасно чувствуется, и во Франции прекрасно чувствуется, и в Испании совершенно замечательно его можно физически почувствовать. То есть, и вы можете сколько угодно говорить испанцу, что британцы привозят туда деньги, это действует хорошо на интеллектуалов, высоколобых. А вот простой человек говорит, но они же у нас колонию, Гибралтар под лицей держат. Ну, там Ля-Ля-Ля, Гибралтар. Да, вот и все. Поэтому надо заметить, что ведь кроме, вот, так скажем, логики, так скажем, разумной, рациональной, существуют еще и мы рациональные вещи, которые в конечном счете мы пока не видим, но которые при каких-то действиях они могут всплыть. И вполне возможно, что многие политики, которые в Европе сейчас решают этот вопрос, они учитывают мнение вот этих вот избирателей. Мне кажется, что Европа может предложить британцам, что называется, ладно, поиграли, хватит, все, возвращаемся, но уже без всевозможных преференций для Британии. Хотите остаться в Евросоюзе? Если хотите, да. То есть, все равные, но нет. То тогда будете как все. Почему Британия должна быть лучше, например, той же самой Польши, к примеру, или Франции, ну, в том же самом отношении сельского хозяйства. Или Латвии. Или Латвии. Вот еще тоже хороший пример. Всем так все. Вот. И вот это будет очень самый, наверное, грустный результат для тех, кто инициировал Брексит. Андрес Спруц, политолог у нас на прямой связи. Здравствуйте, Андрес. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Следите за Брекситом? Ну, трудно не следить, но, во-вторых, все-таки трудно по всем следить, потому что здесь меняются ситуации не только по дням, но и по часам, и по минутам. Хотя, можно сказать, что мы возвращаемся все время туда, откуда мы все это начали. Ну, вот как раз мы в эфире говорили о том, что сейчас наблюдается усталость и в европейском обществе, и в британском обществе от этого процесса. Вот, на ваш взгляд, насколько эта усталость сильна, и может ли она остановить выход из Евросоюза в Великобританию? Ну, я все-таки рискую сказать, что Великобритания все-таки выйдет из Евросоюза, потому что, если бы было это решение референдума, и Британия все-таки довольно такая старая, с традициями демократии, тогда все-таки она будет держаться к этому, и еще другой референдум, о котором мы говорим, который полностью исключать, наверное, не можно, но все-таки, наверное, слишком до ситуации не изменят, но будет хорошо, там, 52 за, чтобы осталось Евросоюзе 48 против, но это полностью разделит общество, я думаю, что потом руководить страной будет еще даже посложнее, чем перед вторым референдумом, так что я думаю, что, наверное, все-таки Великобритания и видит из Евросоюза, хотя опять, ну, какой вариант, еще, наверное, можно думать, но я думаю, что будет вариант какой-то посередине, довольно близко к тому, что мы сейчас видим, что на столе соглашение с Евросоюзом, только, наверное, через какой-то процесс еще мы должны пройти, я не замечаю, что какие-то элементы еще все-таки появятся. Вопрос в том, если консерваторы проголосуют за все, все-таки не будут рисковать тем, что может быть еще отношения более близкие, те, которые как бы хотят такое, ну, минимальное взаимодействие с Евросоюзом, они все-таки могут побояться этого, они могут побояться того, что будет выбор Европарламента и, как бы, Великобритания де-факто останется членом Евросоюза на какое-то время, с еще сценарием, что она еще может и не выйти. Так что есть здесь вариант такой, но другой вариант, что все-таки здесь будет какое-то соглашение с лейбористами, и тогда уже это соглашение будет более тесное взаимодействие с Евросоюзом. Господин Спруц, а какую роль Brexit играет для Латвии? Ну, здесь можно смотреть напрямую, потому что у нас, конечно, довольно много наших соотечественников, которые там живут, но я считаю, что здесь все-таки найдут общий язык и никого там выгонять не будет, только, конечно, будет труднее приезжать, и поток, он уже по большому счету уже все-таки минимализировался, я бы не сказал, остановился, он все-таки был поменьше, но и, наверное, тогда уже никто не приедет, но те, которые живут там будут. Наверное, конечно, это тоже повлияет на какие-то экономические отношения, но я считаю, что здесь тоже уже подготовка, она довольно, ну, есть конкретика, и здесь не будет каких-то больших, не знаю, проблем, катастроф. Там, где я вижу проблему, проблема в том, что сейчас вообще-то мир и Евросоюз, и входит такой цикл ресессий. И, конечно, еще вдобавок к этому достать что-то, что делает Евросоюз и Евросоюз и европейская экономика не до конца функционирующие, когда сейчас остановятся отношения между, на какое-то время, если не будет соглашения между Великобританией и Евросоюзом, я бы сказал, между Великобританией, немцами и французами, тогда, конечно, это будет еще добавок к тому, что европейская экономика, она будет все время охлаждаться. И следующие года, мы уже видим, что тоже для Латвии импорт-экспорт, он уже начинает охлаждаться, он уже начинает останавливать как бы объемы. И здесь, наверное, что, конечно, контекст для Латвии тоже важен, если европейская экономика до конца не работает, но это повлияет и на нашу экономику. Да, спасибо, политолог Андрис Спруц был с нами на прямой связи. Ну, вот, также, конечно, хочется еще коснуться ирландского вопроса, да, он тоже очень остро стоит, причем он как-то был вот забыт, по крайней мере, как говорят эксперты. Сейчас буквально короткий комментарий попросим поставить главного редактора нашей газеты в Ирландии Сергея Тарутина, то, что он нам сказал. Давайте послушаем. Есть ли какая-то выгода от Brexit сегодня? Ну, в той же Ирландии, например. Ну, вот, опять же, вернусь, для латышей выгода такая, то есть, допустим, Ирландия усиленно готовится к худшему сценарию, то есть, соответственно, меняются транспортные маршруты и, соответственно, все поставки будут напрямую из континента. В нашем случае, так сказать, это связь Дублин-Роствер, это Франция вокруг Великобритании. И, соответственно, так сказать, увеличение объемов поставки. Сейчас то, что идет через Великобританию, естественно, будет идти в обход ее, соответственно, так сказать, портовые службы все усиленно, так сказать, набирают и работают. Финансовая система, финтек весь очень сильно развивается, переезжают банки к нам из Лондона, значит, потихонечку заявляют об этом инвестиционные и, в общем-то, компании, которые связаны с торговлей в Европу. Но я думаю, что это такое очень временное явление, и все будет зависеть от того, все-таки, что случится с Брекзитом. Да, это был комментарий главного редактора нашей газеты в Ирландии Сергея Тарутина. Да, вот сейчас мы связываемся с Шотландией. С нами на прямой связи будет Виталий Бреев, аспирант университета Глазго. Ну вот, что можете сказать? Ну а что, Шотландия голосовала против отделения. У них и были, помните, эти референдумы о независимости. Так что у Шотландии, наверное, свой взгляд на эти вещи. Да, ну вот как раз Виталий Бреев с нами на прямой связи. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Говорим мы сегодня о Брекзите, который не состоялся 12 апреля, хоть и планировался. Какой взгляд у Шотландии? Какие настроения в Шотландии? Ну да, до меня уже упомянули, что Шотландия в среднем голосовала против Брекзита. Настроение прямо сейчас. Действительно чувствуется некоторая усталость от этого всего процесса. До какого-то момента, пару недель назад, за всем этим было интересно наблюдать. Потому что в палате общен присуща некая театральность, но сейчас все уже дошло до той точки, когда люди просто устали. А как это проявляется, эта усталость? То есть апатия такая наблюдается? Люди уже перестали интересоваться этой темой и какими-то фрагментами этой темы? Ну, можно так сказать, да. Как минимум, как уже упоминали, если раньше Smalltalk в основном заключался в том, что люди делились своими впечатлениями об этом процессе, то сейчас люди делятся своими впечатлениями о том, как за этим трудно следить и насколько ситуация падает. Ну вот мы слышали мнение о том, что лучше уже какой-нибудь результат, чем это подвешенное состояние. Вот насколько этот момент утомляет жителей Шотландии? Ну, про всех жителей Шотландии я не могу сказать, но... Как вы это чувствуете? Лично моя точка зрения в том, что лучше все-таки такое подвешенное состояние, чем негативный исход этого процесса. Все может быть намного хуже. На вас лично как может повлиять Brexit? Ну, так как я занимаюсь научными исследованиями, очень большая часть средств, которые тратятся на исследовательские программы, идет из Евросоюза и непосредственное следствие из того, если Великобритания выйдет из состава, то очень большое количество исследователей покинут университеты в Великобритании. Так что, с моей точки зрения, это самый отрицательный возможный результат Brexit. Какая сфера, кстати, может пострадать? Вот вы в какой сфере работаете? Ну, я занимаюсь чистой математикой, и это действительно не та сфера, на которую поступают очень много денег. Поэтому любое уменьшение средств. Ну, все зато можно посчитать. Спасибо вам большое. У нас на прямой связи был аспирант университета Главга и Шотландии Виталий Бреев. Ну вот, кстати, это интересный аспект, ведь действительно выход Великобритании из ЕС может ударить по целым отраслям науки, культуры, искусства и так далее. И тому, что финансируется из Евросоюза. Ну, у нас буквально несколько минут, чтобы подвести промежуточный итог. Не то, что можно подсчитать, сколько денег потеряют. Ну, в этой ситуации так и получается, потому что Великобритания... То, что всегда говорилось, что Великобритания платит очень много, очень много и переплачивает или что-нибудь такое, но это с самого начала не была правдой. Потому что, если мы посмотрим, что, во-первых, Великобритания даже не платит столько, сколько ей надо было бы платить, потому что в 92-м году Маргарет Тэтчер уже получила так называемый ребейт, в котором, в принципе, Великобритания сказала, ну, у нас сельхозяйства нет, у нас там субсидии не нужны настолько, потому что мы будем платить меньше. Ну, и мы дали. Который, в принципе, даже сделал прецедент, в котором даже есть несколько и другие страны, которые тоже платят чуть-чуть меньше, чем, в принципе, они должны были бы платить. Но в этой ситуации надо всегда учитывать то, что Великобритания была одна из тех стран, которая лучше всех абсорбировала ресурс Европейского Союза. Если мы посмотрим на тот же самый только Европейский инвестиционный банк, в принципе, она вплачивает 16% из того, сколько в банке есть денег, получает, в принципе, в году около 11-12% всех проектов. Одна страна. То есть, в этой ситуации мы видим, что, в принципе, они очень выгодно в этой ситуации находятся. То же самое с университетом. Там миллиарды, о которых мы говорим. Те же самые университеты. То, что только что коллега говорил из Шотландии, что, в принципе, многие программы, быть там Erasmus, быть там Horizon 2020, быть там другие, которые, в принципе, деньги выдаются на изучение, на research и development, Великобританские университеты, как мы знаем, одни из тех, которые, в принципе, очень хорошо абсорбировали эти деньги и очень хорошо участвовали во всяких и многих проектах. В принципе, очень много проектов, которые в Хоризонте. Тоже без великобританских университетов даже нельзя так посмотреть на них с той стороны, что, в принципе, если престижные университеты там, там сконцентрированы умные люди. Почему сразу вдруг есть проект, в которых их нет? Ну, там должен быть объективный смысл. Почему их там нет? Ну, в этой ситуации, конечно, эти университеты эти деньги будут терять. То есть, в этой ситуации, откуда их брать, чтобы эту конкурентность университетам все-таки продолжить? Государственный бюджет Великобритании. Тут и вопрос. Нет денег с Европейского Союза? Тогда платите сами. Ну что ж, мы будем возвращаться к этой теме. История с Брекстом не заканчивается. Отсрочка. Ну, мы будем следить за развитием событий. Думаю, как, в общем-то, и весь мир тоже. Спасибо. Да. У нас в студии сегодня был журналист Константин Ранс, политолог-международник Карлис Буковский с Яна Смирнова, Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Да. Встретимся буквально через несколько минут в программе «Абонент. До свидания».